Мы еще сумеем отрегулировать все, так что, пожалуйста. Уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить за возможность выступить на этом очень интересном и важном для меня собрании. И позвольте представить вашему вниманию следующую тему нашего сообщения. Это особенности гидротации ионообменных мембран или ионообменных систем по данным ядерного магнитного резонанса. Интерес к этой проблеме в последнее время как бы усилился, потому что ионообменные системы часто используются в различных электрохимических источниках тока, где как раз всеми электрохимическими процессами именно гидротация и управляет. Изследовались различные материалы, но я бы хотел остановиться на всем хорошо известной перфторированной ионообменной мембране нафью, которая сейчас многотоннажно выпускается и является во многих электрохимических процессах, в частности в топливных элементах, основным рабочим полимером. Ну и прежде чем говорить о гидротации, нужно рассмотреть, конечно же, взаимосвязь трех факторов, которые управляют всем этим процессом. Это наноструктура диффузионных каналах, об этом мы будем говорить. Это вот собственно гидротация и есть, это механизм взаимодействия диффузанта с функциональными группами, а в нафьоне это сульфагруппы, вы знаете. И наконец, как эти два фактора связаны с электромассом переноса. Это проводимость, это диффузия и в различных пространственных флажках. Но прежде всего давайте рассмотрим то, что известно в литературе по ДСК и гидронной проводимости в нафьоне. Дело в том, что сейчас эти топливные элементы находят такое весьма перспективное применение для работы беспилотников. Это низкие температуры и мы немножко поговорим о том, каковы особенности гидротации при температурах ниже нуля Цельсия. Ну, прежде всего, значит, позвольте пару слов сказать о структуре нафьона. Это фторированная, типа как тефлоновая основная цепь, которой привязаны так называемые эфирные группы, на конце которых находятся сульфагруппы и около которых может быть противоион. Вот здесь вот нарисован H+, потому что именно в этой ионной форме нафьон используется в топливных элементах. Ну и сразу, когда этот нафьон стали изучать, то возник вопрос, а как же, в общем-то, там осуществляется ионная проводимость, ионный перенос. И была предложена так называемая модель Герке, которая предполагала, что структура этого нафьона следующая, это обводненные кластеры, которые соединены между собой узкими каналами. И, собственно говоря, значит, вот эта модель буквально до последнего времени, она как бы главенствовала при объяснении явлению нафьона. Что касается того, как ведет себя вода при температурах нижнего нуля Цельсия, то считалось так, что вот в этом узком канале, если мы понижаем температуру, сначала замерзает ядро, потом замерзает пристеночная вода, и чем меньше этой воды, то есть чем больше она иммобилизована, тем при более низкой температуре она замерзает. Но все равно замерзает, потому что есть эффект на ДСК, который, сказать, вот почему-то иначе, как фазовый переход, не интерпретировали. Строили различные, очень даже красивые модели, вот здесь в частности даже строили профиль концентрации в канале мембранном, и как бы вот эта точка зрения, когда рассматривались данные только по ДСК, она главенствовала. Соответственно, из этого эффекта также объясняли температурные зависимости ионной проводимости, что вот меняется энергия активации при переходе через этот фазовый переход, и вот таким образом, сказать, двухэкспоненциальный спад варенья сэкспоненатов проводимости и объясняли. Ну а, собственно, вот сейчас я хочу перейти к тому, а что говорит ЕМЭ, вот о гидротации этих ионообменных мембран. Ну, во-первых, почему гидротация? Вот здесь вот у нас представлена зависимость коэффициентов самодиффузии воды, синяя кривая, и ионная проводимость. Вы видите, что они очень похожи. Это означает, что именно гидротация, именно подвижность воды вот в этих нано-каналах мембран, она и контролирует, и управляет ионной проводимостью. Ну вот это то, о чем говорил Владимир Иванович. Если Вы позволите, я еще раз напомню о том, что насколько метод ЕМЭР сейчас стал популярен. Значит, мы видим, что всем известно и всюду широко используем рентгеновская спектроскопия и К-спектроскопия, тем не менее она, так сказать, отстает по количеству публикаций ЕМЭР. Причем ЕМЭР так, что, конечно, в основном это работа по ЕМЭР высокого разрешения. В последнее время все больше и больше появляется работ по ЕМЭР твердого тела, в частности с возникновением, так называемая масса Magic Angle Spinning, это вращение под магическим углом, которое позволяет получать высокое разрешение. И немало работ по ЕМЭР релаксации, они до сих пор актуальны, хотя они достаточно трудоемкие, но тем не менее именно они позволяют получить информацию непосредственно о локальных движениях. Мы будем надеяться, что именно это направление будет расти, правда? Конечно. И в последнее время очень популярен стал метод ЕМЭР с имбульсным градиентом магнитного поля, который позволяет непосредственно измерять коэффициенты диффузии. Причем сейчас, вот с развитием этого метода, который достаточно неплохо представлен фирмой Брюкер, можно проводить измерения на разных ядрах и исследовать не только подвижность воды, скажем, протонов, можно исследовать подвижность дитерированной воды, различных ионов, литий, натрий, цезий, отличные ионы, фторг. В общем, хороший получается набор, именно тот, который нужен для того, чтобы понимать механизмы, которые происходят либо в литийных источниках тока, либо в топливных элементах. Ну и вот пару слов, поскольку это, так сказать, лекция для студентов, я много раз про это говорил, но я расскажу, что же, так сказать, может дать обычный ЕМЭР высокого разрешения. Значит, надо сказать, что как только появились первые спектрометры ЕМЭР, это было где-то в 60-х, 70-х годах, уже тогда стали интенсивно исследовать енообменники. Почему-то, потому что оказалось, что это очень хороший метод для понимания, как себя ведет вода вот в этих енообменных каналах. Ну, вы видите, в частности, что с изменением температуры мы получаем, тем не менее, хорошие протонные спектры, которые вполне могут анализироваться, и можно, так сказать, говорить о химических сдвигах и проводить анализ химических сдвигов. Сразу обращу внимание, что, как вы видите, никакого фазового перехода по ЕМЭР мы не видим. Спектр плавно меняется, чуть происходит уширение линии, это и понятно, потому что Т2 укорачивается в время релаксации, и происходит сдвиг линии, что прекрасно, так сказать, может быть интерпретировано. Ну, вот, в частности, одна из наших ранних работ, это для разных ионных форм, на мембране нафьон, правда, это была мембрана отечественного производства, называлась она МФ-400, она и сейчас производится, кстати, в Питере в класс полимере, вот, и пользуется спросом, поскольку она значительно дешевле, чем нафьон, производство фирмы, например, Дюхон, и вот этот вот анализ химических сдвигов позволил нам в конечном итоге определить числа гидротации, вот, ряда щелочных, ионов щелочных металлов и щелочноземельных. И особое внимание было уделено тому, как ведет себя кислый протон или противон АФ-+. Оказывается, что он существует в этих системах не в виде иона-аксония, как почти в каждой статье до сих пор пишется, а в виде иона-гидраксония, то есть H5O2 с плюсом. Эту работу как раз вот мы делали с Богачевым и Ш5 в Карповском институте, то есть это было очень давно. Ну и, соответственно, вот такие числа гидротации существуют. Для H+, это двойка, наиболее гидротированный натрий, и меньше всего, так сказать, гидротируется цезий. Цезий ведет себя, как бы сказать, независимо от воды. Вода сама по себе образует свои структуры, а цезий там где, так сказать, рядом, поскольку всем известен такой термин, который ввел в свое время самого, что цезий – это отрицательное гидротированный ел. Плохой тем, да? На самом деле, да, он не совсем такой. Но тем не менее, он как-то прижился, да? Значит, ну, если мы поменяем функциональную группу SO3 на карбоксильную группу, то, в общем-то, эта закономерность сохраняется, с той лишь разницей, что числа гидротации карбоксильных мембранов несколько меньше, а по числам гидротации понимается то количество болекул воды, которые входят в первую гидратную сферу иона, поскольку уже карбоксильная группа тоже может участвовать в образовании вот этих, ну, будем говорить, сальватных структур. Если говорить о том, как ведут себя водородные связи в этом ряду, то видно, что те ионы, которые имеют большую энергию гидротации, например, литий и натрий, они рвут эти водородные связи, а те, которые энергия гидротации маленькая, например, цезий, то они эти водородные связи меньше трогают. То есть вот так вот где-то от 70% разорванных водородных связей до 20% меняется доля водородных связей. И это все было получено на обычных протонных спектрах EMR в этих системах, на приборе Тесла создания стационарных приборов. То есть тут не нужно каких-то очень, так сказать, мощных современных методов. Ну вот тут я привел числа гидротации и теплотогидротации. Значит, видно, что они, так сказать, как правило, для ряда литий, натрий, цезий и H+, превышают, по крайней мере, энергию водородных связей. Это нам сейчас понадобится. Ну, были проведены в свое время квантохимические расчеты. Этим занимался усиленно Воронежский университет и у нас для других систем в нашем институте такие проводятся. Считались химические сдвиги для разных ядер. Ну и, в общем-то, все это совпадало. Теперь рассмотрим, как же происходит массоперенос в различных пространственных масштабах. И вот здесь нам удалось достаточно подробно снять температурные зависимости временной релаксации на протонах и на литии. Это были литии формы мембран. И не просто снять, но суметь их количественно интерпретировать. Это был один эксперимент. Но другой эксперимент, это хорошо всем известный ЕМР с импульсным градиентом магнитного поля, где вы могли измерять коэффициенты диффузии молекул воды в этих системах. И также ядер, в частности, лития. Ну, видно, что... Ну, я не буду вдаваться в подробности. Просто меряем коэффициент диффузии. Ну, в общем-то, и все. Так. Как ведет себя вода вообще в поре с точки зрения ЕМР? Значит, выясняется, что если это пора, ну, например, это асцетацеллюлозные мембраны, где нет никаких, так сказать, взаимодействий особых молекул воды гидротации с поверхности, то в зависимости от диаметра поры, чем больше диаметр, тем больше эта вода замерзает. Вы видите, вот мы прямо при нуле Цельсия видим скачок. И вот то, что при отрицательных температурах, это так называемая подвижная вода. То есть здесь, как бы, есть корреляция с данными по ДСК. Ну, вот даже в свое время мы такую, так сказать, рисовали картинку, что если пора узкая, то вся вода иммобилизованная, она не замерзает. Если она какой-то среднего размера, то образуются айсберги. А если она вообще большая, пора широкая, то просто образуется фаза льда. А известно, что для того, чтобы образовать фазу льда, надо, чтобы четыре водородных связи, которые может образовывать молекулы воды, вот, были заняты. Теперь, что касается других систем. Значит, мы видим, что коэффициенты диффузии, так же, как и электропроводности, тоже имеют излом на температурных зависимостях. Причем, в зависимости от венной формы, энергии активации, по крайней мере, в области низких температур, существенно отличаются. А в области температур высоких, выше 0 Цельсия, они примерно одинаковы и не зависят от ионной формы. Ну, это происходит не только на фионе, но и на многих мембранах. И что интересно, что-то похожее наблюдается и в белках. Причем, если воды в белках много, то она претерпевает, как вы видите, скачок коэффициент диффузии. А если воды мало, то есть вся вода импилизованная, то ей все равно, какой интервал температур, низкий или высокий. Она настолько... Это коэффициент диффузии воды, да? Это коэффициент диффузии воды, это данные СКРД. А на предыдущих... А на предыдущих были мембраны. Нет, а тоже вода. Тоже вода, да. То есть я просто, как бы сказать, провожу аналог между поведением воды в нано-каналах мембран и в поведении воды в юных каналах белков. Там очень много похожего. То есть это такой достаточно общий эффект, о котором стоит поговорить. Ну вот, в частности, это данные по нашей мембране. Мы, значит, видим, что есть, значит, у нас какой-то, так сказать, переход, если воды много, и этого перехода нет, если воды мало. Это зависимость энергии активации от влажности. И вот давайте поговорим... Это то, что наиболее интересно. О подвижности воды по температурах нижней нуля Цельсии. Так что-то перестало у меня плестрать. А тот тоже не хочет, да? Ну, замечательно. Ну, еще данные, которые были получены армяром Гульярма. И вот что тут нам интересно. Значит, да что такое? Ну ладно, хорошо. Нет, оставим эту картинку. Что интересно, оказывается, что начиная с некоторого количества воды, вода сохраняет высокую подвижность и при низких температурах. То есть, как вот я показывал вам спектр ЕМР, она не чувствует этого фазового перехода. Да и в общем-то и не должна, потому что энергия гидротации большая, водородные связи разрушены, она не может организовать дальний порядок. И в общем-то, она ведет себя, ну, грубо говоря, как вода в кристаллогидрате. А с какой стати кристаллогидрате, она будет образовывать в кристаллогидрате. Несмотря вот на эти очевидные, как бы, вещи, до сих пор люди, которые говорят и пишут про это, они в основном находятся под обаянием данных по ДСК, где эффект поглощения или выделения энергии приписывается замерзанию воды. Значит, делят воду на связанную, даже при низких воде заделаем на свободную и считают, что всегда она есть. Так вот, оказывается, что подвижность-то ее на самом деле сильно не меняется. При этом, значит, это вот наши данные, они были получены в Корейском университете. Вы видите, что даже при малых влагосодержаниях, тем не менее, эффект в районе нуля Цельсия по ДСК есть. То есть, вода явно подвижная, а эффект есть. Ну и вот, объясните дальше. Значит, и здесь, как бы, на помощь приходит именно ЕМР-релаксация, где исследуется в диапазоне температур от отрицательных температур до положительных, в зависимости времен релаксации Т1, Т2, и пытается получить из них какие-то количественные значения. Ну, сразу скажу, что вот эти кривые, которые взяты вот из этой довольно старой работы, они замечательны, но плохи тем, что, если посмотреть, то минимум времени Т1 оказывается очень коротким. Дело в том, что на Фьюне присутствуют парамагнитные примеси, в основном примеси железа, которые укорачивают времена релаксации, и, соответственно, очень трудно тогда количественно интерпретировать эти данные. Вот вторая работа такого сорта. И вот нам удалось в свое время, проведя очистку от парамагнитных примесей, получить температурные зависимости времен релаксации для воды при разных влагосодержаниях и для лития. Вот это данные опубликованы последние в Аплайт Магнетик Резонанс 2003 года. И что же выяснилось? Вот я сейчас скажу, сказать это только в двух словах. Оказывается, что при переходе через 0 Цельсия вода не может образовать фазу льта, потому что она не может организовать данный порядок. Но она хочет это сделать и образуются ассоциаты. То есть более сгруппированные молекулы воды. И именно в силу того, что образуются дополнительные водородные свежи, это проявляется в ДСК. А подвижность при этом как была, так и осталась. И вот если посмотреть, как зависит от температуры доля, вот видите, значит я измеряемое время Т1 разложил на две фазы, которые зависят от температуры. Как измеряется доля этих садок, то в зависимости от благосверждения, от енной формы, то оказывается вот как-то так. При высокой температуре они все были, так сказать, не ассоциированы, и вода себя вела, как просто вода в какой-то, так сказать, вязкой среде. И поэтому, естественно, все ее движения контролировались разрывом и образованием водородной связи. Поэтому энергия активации не зависят от енной формы. А вот при температуре низкой образуются осады, и они, конечно, очень сильно зависят от енной формы. Но мы, пожалуйста, сейчас наоборот, справа, тут же горячая температура. Справа горячая, да. Вот здесь, значит, они были все одинаковые, а здесь вот они разные. Так. Ну и что еще интересно? Это вот фаза 1 и фаза 2, что, начиная с некой доли, вот мы понижаем температуру. И когда у нас доля вот этой осеированной фазы составляет порядка 30%, мы наблюдаем излом на нашей температурной кривой для самодиффузии. Это находит свое объяснение с точки зрения перфолиционной теории. Когда у нас достаточно этих осадов образуется, чтобы уже, так сказать, диффузия, вот эти трансляционные движения шли по этому механизму, вот они идут. И поэтому мы наблюдаем не одновременно как бы два процесса, не на месте температурной и высокотемпературной, а наблюдаем излом, что есть и на остальных кривых, в том числе и, естественно, на электропроводности. Нам удалось посчитать, определить коэффициенты самодиффузии, лития и воды в этих системах, просто непосредственно измерив ЕМР с импульсным градиентом, и из данных по релаксации посчитать также коэффициенты диффузии из знания вот этих времен корреляции движения молекул воды и ее наличия. И вы видите, что они совпырят. И тогда, значит, если говорить вот об этой модели, модели Гирки, то вот эти данные показывают, что она здесь неприменима, поскольку в соответствии с этой моделью основные ионы и молекулы воды находятся в кластерах, которые соединены узкими каналами между собой. Естественно, если мы будем мерить релаксацию, мы будем мерить подвижность воды именно в кластерах. А вот если мы будем мерить самодиффузию, то это более крупномасштабное перемещение, и тогда, вообще говоря, самодиффузия должна контролироваться переходом в каналы, что, конечно же, должно быть гораздо меньше, более медленнее, чем расчетный коэффициент самодиффузии, исходя из локальных движений. Такие случаи встречаются в других янагменниках, я просто сейчас за неимением времени не буду про это рассказывать. Вот это, например, известные всем катиониты КО2 и А18, которые были в свое время в конце 40-х годах синтезированы на улице Душинской, там была шарага, и вот в этой шаражке они были синтезированы. Почему тогда к ним интерес был большой? Потому что хотели их использовать для получения обогащенного урана, но потом нашли более эффективный способ обогащать ураг. А вот что касается Нафьона, то в свое время на основании данных по малоглавому рассеянию, на основании данных по мезбауровской спектроскопии Эндор, ЕМР, релаксация, была предложена вот такая тональная модель. И здесь вот чем эта модель хороша, потому что здесь элементарным шагом управляющим диффузию, то есть перемещением на макрорасстояние является перискок молекул ионов от одной функциональной группы к другой. И тогда понятно, почему именно для разных ионов у нас совершенно по-разному происходит диффузия с разными коэффициентами, с разными энергиями активации. Эта модель была предложена в Карповском институте в начале 80-х годов. Данные по малоглавому рассеянию получил Азерин Александр Никифорович, сейчас он директор института сетозаполимерных материалов, член-корреспондент. И тут руку приложил Тимашов Сергей Федорович. Все это было опубликовано в книге Тимашова. Книга была переведена на английский язык, издана в Лондоне. Но мы видим, что что-то похожее получилось сейчас буквально 2-3 года назад была предложена соответствующая модель. Без всяких ссылок конечно же на наши работы. И теперь она называется модель живая. Ну собственно говоря у меня время еще есть? Есть. Вот что мы можем еще музыка не играет. Что мы можем понять из этой гидротации? Мы можем понять например механизм протонной проводимости. сейчас много об этом говорят. Я думаю что уже разобрались. В чем заключается протонная проводимость? В том, что эти сульфогруппы которые находятся друг от друга на каком-то расстоянии в типичном нафьоне это порядка 7 анстреал довольно далеко они должны быть соединены непрерывной сеткой водородной связи. Тогда будет перенос. Убираем воду все движение остановилось. Это так называемый пороговый эффект. ясно что в первой схеме при этом массового переноса водорода не происходит а заряд бежит по цепочке. Ну значит тут так Ведь я и мэру как раз можно это понять есть масса механизма либо бегут сами молекулы даже либо бежит сам водород и вот по нашим данным скорее конечно водород бежит просто заряд переносит если водород бежит это бежит масса а если заряд это другое ну и тут значит ясно что есть два фути либо уменьшить расстояние между группами ну что нельзя делать бесконечно поскольку тогда просто водорастворимая будет мембрана либо введение каких-то полярных групп которые выполняют роль мостиков для укрепления водородных связей ну вот в частности вы видите как от расстояния между группами то есть от обмена емкости зависит коэффициент диффузии то есть мы увеличили расстояние всего там полтора раза уменьшили вернее а коэффициент диффузии на порядок возрос ну и вот разные обменные концентрации если мы вводим какие-то другие группы то резко увеличивается подвижность вот например для нафьона это кривая 1 видите она проходит ниже это от содержания молекул воды а для такого-то скажем полиамида есть эти мостики при малых влагосодержаниях на порядке увеличивается подвижность ну и еще раз я хочу показать что что-то аналогичное мы видим и в растворах белков то есть такие же кривые которые мы наблюдаем в зависимости от влагосодержания в наших мембрах ну таким образом механизм этого переноса был в свое время тем же Тимашову Сергею Федоровичу теоретически описан он значит получил уравнение для коэффициентов самодиффузии исходя из перпуляционной модели ну и вот мы видим что при малых влагосодержаниях у нас этим уравнением перенос описывается ну аналогичное мы имеем дело и для электропроводности здесь полная корреляция то есть просто я сейчас не хочу сказать как бы уходить в сторону и так вот я как бы здесь сделал список работ прежде всего по МР ну которые я вам здесь и поиллюстрировал значит мы видим что вот работа например Джебеля где говорят структурная модель канала Джебеля 2009 год 2011 год 2006 год 1994 год и так далее значит что у нас вот в основном все это было описано в 1988 году даже в книге уже Сергея Федоровича Тимашова в наших статьях которые вот основные статьи 89 год 90 год 96 год 93 год 2003 год ну вот как-то все это суммировано в нашем обзоре то есть я хочу еще раз посвятовать что в принципе мне казалось что мы тему закрыли где-то еще в 90-х годах а вот до сих пор появляется работа и которая на мой взгляд ну как бы сказать не обладает вот такой полнотой обсуждения полнотой суждений поскольку они не используют данные по юмору и именно благодаря юмору в общем-то можно было понять что на самом деле происходит вот гнадоканалов мембран как происходит гидротация а дальше конечно там если говорить о полимерных электролитах для литинок источников этого метод может применен и не для для негодных средств поскольку там уже органика сервотация и так далее то есть моя задача была показать насколько юмор здесь информативен ну это наша лаборатория вот она здесь на втором этаже несколько комнат это наши приборы это вот наш коллектив который сейчас уже изменился благодарю за внимание спасибо у нас есть спокойно я не стал даваться подробности поскольку тогда вопрос вот извините у меня вопрос и просьба вопрос связан с тем что время релаксации протонов существенно зависит от парамагентных принципов не очень хорошее слово безгаживания наверняка догадаться я вам предлагаю еще ваш вопрос вы не кого-то проводили хотелось бы услышать вас комментари подробно значит это называлось дегазация это называлось кондиционирование поскольку идея здесь простая надо промывать многократно щелочью и кислотой а критерием того что промокнетная примесь отсутствует это было до 1 минут нет и мальчик спросил в самом случае о растворенном кислороде воздуха какие времена там надо смотреть порядок времен ну растворенный кислород воздуха вот вы просто посмотрите время релаксации воды значит там по-моему в теории если вы сказать ее обескисловодить сделать такой бедистиллят это будет 4 секунды а если вы возьмете воду на группу из-под крана это будет 1 секунда а у нас там десятки сотни миллисекунды так что этот кладбал просто модель но из-под крана это в основном железо не новых кислород Там энергия активации определяется водородными связями и определяет это энергоактивацию. И какой бы вы противоион не взяли, калий, натрий, все этим определяется, нет разницы в энергии активации. Когда вы начинаете уменьшать количество воды, у вас сначала водородные связи разрываются. И на самом деле на первом этапе дефундировать воде и ионом, поскольку разрывается водородная связь, уже легче. Энергоактивация уменьшается. А когда вы еще уменьшаете количество воды, она уже иммобилизуется на ионах, то есть она является водой первой гидратной асферы, а энергия гидратации большая. Она садится на сульфогруппы, то есть тут уже больше энергии. Вот, собственно, это минимум такое. И это наблюдается сплошь и рядом. Это по многим системам. И мы наблюдали, и вот я приводил тут литературные данные, вот эти красивые, зеленые. И, в общем, это наблюдается сплошь и рядом. Спасибо. Так, будет вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как определяется числа гидратации для ионов никеля и так далее? Чуть-чуть. Числа гидратации. Ну, для никеля мы не определяли. Для лития. А, для лития. Ну, это анализ консеркционной зависимости. Значит, ну вот тут есть такой параметр, который все вводят. Это количество молекул воды на ион. Ну, то есть мольная доля. И вот в зависимости от этой ионной доли вы эту зависимость снимаете. Пишите, наблюдаемый химический сдвиг. Значит, там, доля воды, которая в первой первой гидратной оболочке со своим весом, плюс доля свободной воды. Вот такая вот ситуация. Я люблю очень повторять слово у нас в Питере был химик, довольно выдающийся, потому что Мищенко. Он говорил, что электронейтральность раствора стоит каменной стеной на пути разделения влияния катионов, а не он. Влияние. То есть вот в термодинамику, как разложить, как персонально имеется в виду. И так, и здесь гидратация и числа. Вот у вас, у меня, кстати, записан вопрос, я тоже хотел к этому вообще-то привязаться. Вот, и я поэтому включился в этот вопрос активно. Значит, вот число гидратации, у вас там должно, вы сказали, около иона и свободный растворитель. А есть ионы положительные, а есть ионы отрицательные. Даже, может, они входят в структуру. Вот это вот. Они входят в структуру, например, С3 минус. Но около них тоже есть оболочка. Как вы разделяли вот то влияние, правильно я говорю? Ну, тут, значит, я скажу сразу. Дело в том, что получается так, что эти ионы гидрофируются гораздо хуже, чем в качево. Нет, это вопрос. Насколько велик вклад, и насколько это заценено. А кто здесь известен? Нет, но это и показывается, вы меняетесь. Ну, это известно. Да, мы литературным это известно. Это просто простисти, может быть, из таких же данных. Насколько велик вклад для каждого иона. Они даже в растворах в коже гидратируются. А какие хуже? Ну, это уже давно, кстати, история, но мы, естественно, анализировали данные, литературные данные, есть хорошие, большие работы, ну, каких-то еще там в 60-х годах. Вот, страшно. Нет, а что, а что, а тогда, сказать, очень аккуратно работали люди. И до каменной стены, и перед ними стояла. Да, вы знаете, вот как раз так. Вот это считается. Вот скажем, если они считают число гидротации, там все соли рассматривались. То, независимо от типа аниона, они получают все это самое. Причем, значит, там много, несколько есть способов. Один способ от конституционной зависимости, который вот мы использовали, температурные зависимости есть. Они тоже, так сказать, будут свои. И, там, гидратная вода, ее химс-двигат, температура не зависит. А обычная вода, ну, вот температура зависит. Еще маленький вопрос можно? Да, конечно. Ну, это вообще-то такое, вот я бы, конечно, с удовольствием это обсудил. Да, это вспомни момент. Потому что, может быть, вы что-то бы еще бы не предложили. Вот, по механизму гидротации сульфогрупп в катионитах, в иногенных материалах, у вас четко вывели позиция, мы еще поговорили здесь, за счет данного механизма, инхронизма, переносоверного водорода и так далее. В белках вы сняли еще данные МР, получили МР-спектр. Не вышли вы как-то на механизм гидротации? В белках? Да. Ну, на самом деле, сейчас по белкам просто, ну, как сказать... Ну, предположительно... Просто вот эти работы по МР, они почему-то, хоть я и смотрел, но это вот и делал в свое время скирдавал. Вот. Данных здесь нет. И других работ я просто не встречал. Появляем математики. А вообще, значит, сейчас много говорят, начиная с 2000-2000 года, там Генго предложил так называемый аквапарин. Это белок, который встроен в ионный канал мембра. Их там сейчас тоже очень много. И там аквано-химические расчеты делаются. Но это по-другому. Там много всего. А вот таких вот данных по МР, честно говоря, я не видел. Хотя они, на мой взгляд... Ну, вы начали, в принципе, на пути, насколько иначе. Ну, на мой взгляд, они не видели. Вы сульфогрувы начали, правильно? Там же аминокислоты, там же тех практически. Ну, вы видели, что аналогия здесь просматривается. Здесь просто, здесь легко и понятно, и надежно. И я вот в свое время, когда был в Корее, я там книжку написал, только не публиковал. Где как раз все проводили параллельные диффузии в биологических системах? Ну, вот здесь. Ну, здесь можно выходить. Еще вопрос, пожалуйста. Ну, пока публика думает, у нас две минуты еще есть. У меня вопрос-то вот по поводу разделения, он вообще-то достаточно серьезный. Дело в том, что вот у нас мы занимались поначалу, то тоже, как вы говорите, с 60-х годов, начиная с простых систем. Простые электролитки, синие, синие. Ну, может, это были. Но дело в том, что есть эти самые различия, нужно четко понимать. Слово гидро... число гидротации и координационное число – это разные вещи. Ну, во-первых, значит, значит, вот вы, я думаю, что используете число гидротации. А это для каждого метода получится свои числа, и нельзя ассоциировать с реальным распределением молекул около иона. Потому что, как выводится, мы моделируем взаимодействие молекулы воды с какой-то частицей, моделируем, и затем смотрим отклонение от того, что якобы нет взаимодействия. И затем это одно на другое делится и объясняется, значит, сколько надо предписать взаимодействие. То есть, и тут в результате получается, скажем, для натрия от нескольких единиц до 70 по разным методам. Ну, это я встречал, да. Вот, и понимаете, у вас здесь... Там столько воды нету. Вот, нет, нет, вторая оболочка может... Вы сказали, это только одна оболочка, а с какой стати? У некоторых ионов точно есть, я об этом глубоко убеждённый, у нас есть экспериментальные данные, что две оболочки у катионов чаще всего встречаются и так далее. А если они могут отречься, алюминия, у алюминия у магния 3 может получиться, они хорошо делают. Поэтому вот эти числа, они, в общем-то, требуют, конечно, осмысления, что мы имеем с этих чисел конкретно. Ну, значит, то, что, во-первых, значит, ну, говорить о традиционной... О традиционной связи, о числе традиционном... Ну, тут нам нельзя, потому что традиционный, зачем-то за ионовым переходным металлом, где там вот это, значит, традиционная связь и есть. Слиготы разные. Здесь, конечно, надо говорить о числе гидротации, и под числом гидротации, значит, я понимаю количество молекул воды в первой гидратной сфере. А это уже будет тогда координационное число. Вот тут, мне кажется, со смешением получаются идеи. Нет, координационной не будет, нет координационной связи, она не имеет направления. Нет, нет, подождите, координационное число – это число молекул, находящихся в зеленом слое. И есть связь или нет, это второй вопрос. Ну, хорошо. Ну, мне, вот я поскольку, как бы сказать, много ЭПР занимался, мы понимаем координационное число, это вот, число, так сказать, неподеленных вот этих электронов. Да, нет, ну, на самом деле, можно было бы чистой электростатической связи. И вообще говоря, и мне кажется, что вот здесь можно было бы такую вещь сделать. Вот у нас есть какой-то ион, неважно положительный или отрицательный, и есть некоторое количество воды. И встает вопрос, а вот есть там еще какие-то. Когда комплекс, можно считать комплексом. Потому что то, что вы говорите с переходными, там прочные связи. Да? Но начинаем менять этот ион. И переходим все более и более слабым связям. Количество молекул воды, или свобода молекул воды, которая уходит и приходит, изменяется, и встает вопрос. Можем ли мы дать определение, когда комплекс есть комплекс? У меня есть предложение. Нет, а у меня есть вот тут как раз преимущество этих ионообменных систем, оно каково. Когда у вас вместо вот первой молекул воды, которая в первой гидратной сфере, ион же положительно заряжен. Ну или отрицательный. Ну, важно положить. Ну, у нас положить. А вообще-то может быть так. Нет, может быть и так, и так, да. Мы делали и с анионетами, в ТОР смотрели минус. И вот когда этот ион непосредственно связан с сульфогруппой, он сразу тормозится резко. Вот еще по этому положим. Ну, а у меня критерий какой? У нас есть время корреляции для движения в ТОЦ, скажем, один или штрих. Для движения молекул вблизи ионы или какой-то другой молекулы. А есть время ТОЦ с двумя штрихами. обмена этих молекул. У меня предлагаю, я предлагаю такой критерий. Если ТОЦ штрих порядка или больше, ТОЦ с двумя штрихами, это не комплекс. А если ТОЦ штрих больше, нет, вот здесь надо было меньше. А если ТОЦ больше, то да, чем ТОЦ с двумя штрихами, это комплекс. Ну вот, к сожалению... То есть, если мы имеем стабильную вот эту структуру, вот этот обмен медленный по сравнению с кувырканием целым или что-то, то это комплекс. Если бы я знал, что такой интерес будет, я бы еще, наверное, одну лекцию проговорил. Дело в том, что когда мы изучали релаксацию лития и воды в этих системах, нам удалось определить время жизни гидратного комплекса лития, по Т1 литию. Ну и какой получился, если так? Ну, он, значит, получился... И, соответственно, вот отдельно, по протонному, по протонной релаксации, ну, вот локальная подвижность воды. Ну, разная, в зависимости от того. Ну, насколько надо потом дискуссию. Спасибо большое. Давайте будем предоставить к следующему докладчику. А, да-да-да. Я вот так, ну, считаю, что это мое.